Привет! Сейчас я покажу тебе игру Mad Max. В данный момент мы находимся на одной из баз крепости. Здесь есть различные постройки, которые мы улучшаем, тем самым улучшая крепость. Чем больше постройок, тем больше возможностей это дает. Вернее, плюшек. К примеру, заезжая на базу, мы получаем полный бак, полные патроны. Здесь есть приятная графика. Огромная карта. Мы сейчас находимся вот здесь. Вот он, и мы. При этом видно, что местность огромная. А если увеличить карту, то она еще больше. Есть у нас раз, два, три, четыре базы. В которой можно силипатироваться в итоге. Можно прокачивать себя. Можно прокачивать машину. Изначально она вообще была ржавая, некрасивая. Потом стала черная, потом стала черная и сейчас серебристая. Ну и конечно же, всякие моторы. Сначала он вообще был сладенький. Потом раз. И в итоге он почти что максимальный. Больше всего в этой игре, конечно же, радует графика. Но очень приятная. Есть ли этот первое лицо? Он работает только тогда, когда мы сидим в машине. Он работает только тогда, когда мы сидим в машине. С개발. Кэла! Можно встретиться с противником. Ну а как с ними воевать, это уже дело ваше. Можно тронить машины, можно использовать гарпот, дробовик, огнемет. Вообще в этой игре одно из приятных это графика, просто смотришь на машину, на погоду вокруг природы, на эти солнечные блики. Прямо хочется ездить по этим великолепным местам. Здесь даже можно делать скриншоты для любителей заставок. Выбирайте фильтр. Скрывайте все с экрана и делайте скриншоту. По-моему здорово выглядит. Можно хоть на рабочий стол ставить. Ну а в игре можно заниматься прокачкой себя, прокачкой машины, захватом территорий, освобождением полностью их от врагов. Зеленая территория, вот как здесь это чистая территория, желтая. Это почти очищенная оранжевая. На ней еще есть оргина красной. Врагов много. Лутать всякие места, ездить, участвовать в гонках, захватывать лагеря. Гонки, которые мы прошли, на них можно заправляться. Плюс в стиме отображается список лидеров, среди друзей и среди вообще всех, кто играл на этих гонках. Да и в целом просто покататься в игре тоже приятно. Именно из-за графики. Игра 2015 года, сейчас 2020, но графика в ней приятная. Сейчас в нее приятно играть, несмотря на то, что уже прошло много лет. Такой постапокалиптический мир. Выживалка в пустыне. Среди песков. И все, что это есть, это машина. Есть ты, твои кулаки, твой дробовик и машина. Ну и конечно же, верный механик. Довольно-таки приятная игрушка. Вот. Ну а на этом, пожалуй, все. Пока. 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 Пока.